Фаворит Оскара и Неануар Маканахи «Что смотреть в кино на этой неделе» 24 января 2019 года, 9.33 Павел Воронков 24 января в российский прокат выходит биографическая трагикомедия «Зеленая книга» Один из фаворитов наградного сезона, уже получивший «Золотые глобусы» за лучший фильм, сценарий и актерскую работу второго плана Также на экранах появится неануарный триллер «Море соблазна» с Мэтью Маканахи и Энн Хэтуэй в главных ролях и документальный фильм о русском хип-хопе Пиф, снятый рэпером Рамой Жиганом Подробнее об этих и других новинках в материале Зеленая книга На последней церемонии вручения «Золотых глобусов» сделанной в формате Раут Бадиму Витраги комичный боепик получил статуэтки в категориях «Лучший фильм», «Комедия» или «Мюзикл» Лучший сценарий и лучшая мужская роль второго плана Сейчас «Зеленая книга» входит в число фаворитов наградного сезона и имеет высокие шансы взять как минимум один «Оскар» В картине описаны события 1962 года Тогда белый вышибала Тони Болтун Валиланга в качестве шофера и телохранителя сопровождал известного темнокожего джазмена Дона Ширли в турне по Южным Штатам Америки Путешественники были вынуждены следовать указаниям так называемой «Зеленой книги» Безопасного для афроамериканцев путеводителя по США В главных ролях снялись Вига Мартенсен, «Властелин колец», «Капитан Фантастик» и «Махер Шалали», «Лунный свет», «Настоящий детектив» Режиссером выступил постановщик комедии «Тупой и еще тупее я» Снова я и Рэн Питер Форелли В написании сценария участвовал родной сын Тони Болтуна, Ник Валиланга «Море и соблазна», «Серенити» Автор драмы «Лог» Стивен Айт выпускает третью режиссерскую работу «Море и соблазна» Сексуальный неануарный триллер с мощным актерским ансамблем Мэтью Маканахи играет Бейкера Дила, капитана рыболовного судна Однажды он встречается с бывшей женой Карен, Энн Хэтуэй Она просит спасти ее и сына от жестокого мужа тирана, Джессон Кларк Карен уговаривает Бейкера пригласить ее супруга к себе на лодку, а затем сбросить в море Теперь жизнь Дила на острове в Карибском море оказывается под угрозой Кроме Маканахи, Хэтуэй и Кларка на экране также появится Дайан Лейн, Неверная, Лига справедливости, Джимон Хонсу, Кровавый алмаз, в Америке, и Джереми Стронг, Игра на понижение, сериал «Наследник» Красивый мальчик Дэвид Шеф, журналист Ник Шеф, его сын-подросток, сидящий на метамфетамине В течение нескольких лет Дэвид пытается помочь Нику избавиться от зависимости, но юноша то и дело срывается Постепенно отец приходит к осознанию, что сыну никто не может помочь, кроме него самого В основу ленты легли сразу две книги мемуаров, одну написал Дэвид, другую сам Ник Главные роли исполнились Тив Карел, Охотник на лис, Брюс Всемогущий, Сериал Офис, и Тимати Шалами, Зови меня своим именем, Леди Бёрд За работу в картине Шалами получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Режиссерское кресло изначально должно было достаться Кэмерону Кроу, Джерри Магуайер, почти знаменит, «Ванильное небо», однако в итоге его занял бельгиец Феликс Ван Грунинген, фламандские натюрморты и разомкнутый круг «Русский хип-хоп» в прокат выходит первый крупный документальный проект об отечественной рэп-сцене «Русский хип-хоп» срежиссировал картину рэпер Рома Жиган В ходе работы над лентой было опрошено порядка 130 российских, и не только, хип-хоп-артистов, среди которых Василий Вакуленко, Баста, Мирон Фёдоров, Окс Ксимайн, Адиль Жалилов, Скриптонит, Александр Цихов, Смоки Мо, Тимур Юнусов, Тимати, Алексей Долматов, Гуф, группы Каста и 2517 и многие другие Также Жигану удалось взять интервью Кулия, автора хита «Гангстерс Парадайз» Подробнее в материале «Арти» Холмс Амперсант Ватсон Холмс Амперсант Ватсон Американо-израильский сценарист «Солдаты неудачи» «Мадагаскар 2» «Люди в черном 3» и режиссер «Крепись» Этан Коэн К знаменитым однофамильцам не имеющие отношения, снял очередную интерпретацию произведения Артура Конана Дойля, в свойственной ему комедийной манере По сюжету Холмс и Ватсон расследуют убийство в Букингемском дворце и пытаются спасти королеву от нависшей угрозы Легендарного сыщика в Холмсе Амперсант Ватсон не сыграл комик Уилл Феррелл, а его неизменного помощника элитописца, Джон Сирайли Картина уже успела получить номинации на «Золотую малину» в категориях «Худший фильм», «Худшая мужская роль», «Худшая мужская роль второго плана», «Худший актерский дуэт», «Худший приквел», «Секвел», «Ремик» или «Плагиат» и «Худшая режиссура» Подробнее о картине в материале «Астрал. Новое измерение», «Хоррор недели», «Астрал. Новое измерение», который никак не связан с популярной линейкой фильмов ужасов режиссера Джеймса Ванна и сценариста Лиуаннила Лента стала полнометражным дебютом постановщика и сценариста Криса Мула Главную роль в ней исполнил Фрэнк Дилейн, игравший молодого Тома Редла в картине «Гарри Поттер» и «Принц полукровка» Наслушавшись лекции об астральных проекциях, студент Алекс Харман Дилейн решает попробовать связаться с духом своей матери, Катрин Стэдмен, которая много лет назад совершила самоубийство После применения опасных практик юноша сталкивается с их ужасающими последствиями